Детская юношеская интеллектуальная игра Лига Эрудитов И сегодня у нас первое противостояние второго этапа, второго сезона нашей детской и юношеской игры В этом противостоянии сойдутся команды Акулы и Эврика Команды, представьтесь, пожалуйста, команда Акулы Здравствуйте, я Байрам Кулава Хальмад, капитан команды Акулы Мы представляем школу номер 5 села Терезе Малокарачайского района Мы знаем, что это уже вторая игра и она будет намного сложнее, чем первая Но к ней мы основательно готовились Конечно, мы пришли с целью победить и думаем, что у нас это получится Здравствуйте, меня зовут Байрам Кулава Марьям Я участница команды МКО СОЖ номер 5 села Терезе Мы очень долго и упорно готовились ко второму туру игры Лига Эрудитов И приехали испытать свои силы и, конечно же, победить Здравствуйте, меня зовут Хубиева Зарема Я одна из участников команды Акулы Мы приехали из Малокарачайского района и представляем школу номер 5 села Терезе От сегодняшней игры я ожидаю получить только положительные эмоции Меня зовут Узденов Абдуллах Я представляю СОЖ номер 5 села Терезе От этой игры я хочу получить новые впечатления, новые знания и освежить старые Здравствуйте, дорогие друзья Мы сегодня уже на второй игре В одной мы смогли победить Мы представители команды Малокарачайского района средней школы номер 5 села Терезе Наша команда Акулы Мы знаем темы нашей сегодняшней игры Это экология, география и история Каждый из наших участников силен в определенной области Абдуллах силен в географии Халю, как капитан команды, я думаю, покажет знания во всех областях Зарема – это наш эколог И знания по истории нам покажет сегодня Марьяша Байронкулова Я надеюсь, что мои ребята сегодня тоже будут достойно выступать Мы знаем, что игра будет сложная Это новый этап, более сложный, и надеюсь, что мы к нему хорошо подготовились Ну а команде соперников я желаю хорошей игры и прекрасных эмоций Команда Акулы Бойцы хоть куда? И наша стихия совсем не вода Выходим на поле Противника рвем Без верной победы домой не уйдем АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, видно, что ваша команда заряжена на победу А слово предоставляется команде «Эврика» Здравствуйте Меня зовут Рябаконева Анастасия Я капитан команды «Эврика» Мы приехали с МКОУ, СОЖ, села Спарта В прошлом туре мы одержали победу Удача была на нашей стороне Надеемся, в этот раз будет точно так же Меня зовут Болтенко Василий Я участник команды «Эврика» Сегодня наша команда приехала с позитивным настроем От прошлого тура мы получили хорошие эмоции Надеемся, в этой игре будет так же Меня зовут Мустафаев Алиана Я участник команды «Эврика» Мы прошли отборочный тур Ко второй игре мы упорно готовимся И надеемся на положительный результат Меня зовут Чехиров Иван Я участник команды «Эврика» Мы очень долго и упорно готовились к этой игре И надеюсь, мы победим Добрый день Я педагог-организатор МКО СОЖ, села Спарта Адыгехабльского муниципального района Сегодня приехали наши ребята Это команда «Эврика» В предыдущей игре мы одержали победу И вышли в полуфинал Надеюсь, что и в этой игре нам улыбнется удача Соперникам желаю положительных эмоций И удачи тоже Наш девиз Ни шагу назад, ни шагу на месте А только вперед, ты только все вместе Что-то мне подсказывает, дорогие телезрители, что по настрою команд игра будет сегодня очень жаркой Ну а я напоминаю, что во втором этапе нашей телевизионной игры команды заранее знали темы игр Сегодня мы будем играть на такие темы, как география, экология и, конечно же, пара вопросов о Великой Отечественной войне В связи с этим у нас сегодня особенный гость Нашим почетным гостем и одновременно игровым жюри является Советник отдела экологической экспертизы управления охраной окружающей среды и водных ресурсов Карачаева Черкесской Республики Качиева Зухра Аликовна Дорогие ребята, хочу поприветствовать всех полуфиналистов Лиги Эрудитов Команда Акулы, команда Эврика Хочу сказать, что выбраны очень важные темы для участия в игре И пожелать всем удачи Спасибо Спасибо большое за столь теплые напутствия Ну а я готов сделать небольшое объявление Вам, команды, и вам, дорогие телезрители Во втором этапе у нас есть парочка нововведений Во-первых, второй раунд нашей игры будет идти не до 7, а до 10 победных баллов Второе нововведение это то, что если вы не сможете ответить на вопрос Во втором раунде нашей игры То слово предоставляется болельщикам И если они ответят правильно, то балл будет засчитан команде За которую этот болельщик, собственно говоря, и пришел болеть Команда, вам все понятно? Да? Да Ну раз все понятно, мы начинаем нашу детскую, юношескую интеллектуальную игру И начинаем мы, как всегда, с первого раунда С дуэли капитанов И для прохождения первого раунда приглашается капитан команды Акулы Итак, Халимат, все как всегда У меня 10 вопросов у тебя, 40 секунд Если ты готова, то мы можем начинать Готова Итак, начинаем Эмигрантская болезнь это? Дальше Сицилийское месть это? Дальше Военный суд это? Дальше Милитаризированное пальто это? Шуба Распорядитель застолья Хозяин Колдовской напиток Зелье, отвар Сколько квадратов на шахматной доске? 64 Сколько раз в записи двухзначных чисел используется цифра 3? Дальше Сколько ног у улитки? 40 Сколько продолжался полет Гагарина? Два дня Стоп Спасибо большое, проходи на свое место Все Ну а для прохождения первого раунда дуэли капитанов Приглашается капитан команды Эврика Итак, Настя, все то же самое, если ты готова, то мы можем начинать Готова Итак, американский револьвер это? Пулемет Пионерская труба это? Горн Солдатская яма Акопа Работодатель балды Балда Ковбойские состязания? Скачки Сколько листьев у ландыша? Не знаю, пропускаем Сколько глаз у мухи? Два Сколько музыкантов в квинете? Пропускаем Сколько холодных цветов в радуге? Пропускаем Сколько звуков в слове рассеянной? Семь Спасибо большое, можешь проходить на свое место Я не У тебя было еще секунд пять, ты могла почитать? Ну что ж, дорогие телезрители, после первого раунда, после дуэли капитанов, счет у нас 2-2 Ни одна из команд не смогла вырваться вперед, поэтому для вас все начинается буквально с самого начала Во втором раунде все вы должны собраться с мыслями, не спешить, внимательно слушать вопрос и отвечать предельно точно Вы готовы? Да Вы готовы? Да Отлично Ну тогда мы начинаем второй основной раунд нашей телеигры Первый вопрос второго раунда Вопрос сразу из категории Великая Отечественная война Так как в этом году у нас годовщина победы в Великой Отечественной войне 75 лет, у нас будет буквально пара вопросов в каждой игре, посвященной этой тематике В честь победы в какой битве был дан первый салют в Москве? Освобождение Орла и Белгорода? Нет Подумайте Сталинградской битве? Нет Курская битва? Уважаемые игровые жюри, мне приходится обратиться к вам Это действительно битва на Курской дуге, мы засчитываем? Да, засчитываем И счет 1-0 Идем дальше, следующий вопрос Какую рыбу называют водяной свиньей? Водяная свинья Вот какую рыбу можно назвать водяная свинья? Друзья мои Морская свинка? Рыбу Нет, морская свинка не является рыбой, поэтому я Раз, два, три, четыре, пять И обращаюсь к нашим болельщикам, собственно говоря, дорогие друзья Я болельщик команды Эврика, и я думаю, что это Карп И это верно, друзья Ну что ж, дорогие телезрители, вот и начало работать, собственно говоря, наше нововведение Балл уходит к команде Эврика, и их болельщик смог правильно ответить на вопрос во втором раунде нашей игры Болельщики команды Акулы Вы были близко, вам нужно собраться и внимательно вслушиваться в вопросы также А мы переходим к следующему вопросу Команда, будьте внимательны Какое дерево называют символом России? Береза Вот команда Береза Совершенно верно, друзья Это действительно правильный ответ Береза, конечно, но, как и предполагалось Какое растение считалось священным у славян и отвечало за силу и достаток? Вот, друзья Какое растение? Я вам сделаю, Даша, такую огромную подсказку Это дерево Дерево, сила, достаток Дуб И это правильный ответ Да, друзья, это был именно дуб Тот самый дуб Когда произошла Чернобыльская катастрофа? В 1986 году А дату назовешь? Нет? Но игровое жюри вынуждено обратиться к вам Думаю, засчитаем, да Игрок озвучил правильный ответ Это действительно Данное событие произошло в 1986 году А именно 26 апреля, друзья Что значит, если на пути вам все чаще стал попадаться подорожник? Удача? Нет Где-то вблизи тропинка Молодец Да Да, друзья Как называют жителей города Смоленска в России? Смоляне? Да Это верно Переходим к следующему вопросу Имя какого известного богатыря стало названием самого высокого водопада в России? Илья Мурниц Так Совершенно верно Идем дальше Как в старину на Руси назвалась бухта или морской залив? Бухта или морской залив? Вот и все, друзья Водоем? Нет Бухта или морской залив? С разрешения игрового шури сделаю еще одну подсказку Да, пожалуйста Смотрите Я сейчас сделаю подсказку просто колоссальную Есть такое же одноименное, скажем так Максимально известное, скажем так, произведение Точнее, часть произведения, вот где описывает Александра Сергеевича Пушкина Где описывается вот это У чего-то там Лукоморье? Да У Лукоморье дуб зеленый, друзья Идем дальше Согласно пословицам, до какой столицы может довести язык? До Крыма? Нет Близко До какой столицы, друзья? До Киева? Да Что-то интересное у нас происходит, дорогие телезрители Сначала команда Акул подряд отвечает на два вопроса Теперь команда Еврика Это прям жаркая битва, друзья Назовите самое соленое море в мировом Это же Да, да что? Мертвой мой Да, его еще назвают Белый Как? Какой? Его еще назвают Ну вот световой Есть черное море Есть Да Делай Нет Нет, друзья Игровой шюри я вынужден обратиться к вам Защитываю Да, защитываю Защитываю Промежуточный счет во втором раунде Нашей детско-юношеской интеллектуальной игры 6-5 Команды идут буквально нос к носу Но большое количество вопросов Надо сказать Вы у меня уже истратили Друзья Перейдем К следующему вопросу Вопрос, который у нас Ранее В первом сезоне Звучал Но я не мог его не поставить Потому что это прям Шикарный факт И вопрос на самом деле легкий Это озеро в России Впадает 336 рек Каспийское? Нет А вытекает только Байкал И это совершенно И счет у нас 7-5 Так Я буду Очень удивлен Если вы сходу Ответите на следующий вопрос Нашей игры Потому что вопрос На мой взгляд Сложный Но вдруг Какое озеро На земле является Единственным Которое состоит Из пресной И соленой воды Балкаш Да Я понятия не имею Как на уроке Географии Это можно было пройти Но вы молодцы И счет у нас 8-5 Идем дальше Как в современном языке Называют государство Бирма Яна Молодец Да 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 Зеленый игрок Команда Акул Откровенно тащит свою команду вперед Зеленый игрок Команда Эврика К вам могут возникнуть вопросы после игры Поэтому будьте готовы Дорогие телезрители Я чуть-чуть сменил свое местоположение В связи с тем, что у нас максимальный накал происходит в студии А команда Акул находится в шаге от победы И поэтому игровому жюри просто необходимо максимально внимательно следить за игровым полем Ну а я озвучиваю следующий вопрос Какой материк пересекает со всеми меридианами? Евразия Нет Африка Нет Нашла коса на камеру Северная Америка Нет, друзья, всем мире Астралия Нет Южная Америка Да Пангея Что? Пангея Пангея Нет Антарктида Да Да, друзья, это был совершенно верный ответ Действительно, это Антарктида И счет в нашей игре становится 9-6 Итак, дорогие телезрители Сейчас будет задан следующий вопрос Вопрос из блока о Великой Отечественной войне Дорогие участники, будьте предельно внимательны Какие войска участвовали в открытии Второго фронта в Европе? Резервные Резервные? Нет Американские, британские и канадские Умница Итак, дорогие телезрители, у нас начался третий раунд нашей телевизионной игры Я задаю первый вопрос третьего раунда Право первого ответа предоставляется, как я уже ранее говорил, команде Акулы Также напоминаю, что у наших игроков будет возможность посовещаться в течение одной минуты для правильного, для принятия, точнее, правильного ответа Команда, вы готовы? Да Вы готовы? Да Я озвучиваю первый вопрос третьего раунда В 1926 и 1948 годах Германия была наказана за развязывание войн, так же, как когда-то была наказана Спарта Что это за наказание? Время пошло Вы можете совещаться Продолжение следует... И время подошло к концу Друзья, вернитесь за твои игровые модули Спасибо Больше мы не совещаемся Капитан команды Акулы Вы готовы предоставить правильный ответ? Мы думаем, что исключили из союза Из какого союза? Международного Нет, это неверный ответ И мы предоставляем слово капитану команды Эврика Было разделение Германии И присоединение ее в разный Неплохо, но нет Нет, нет, к сожалению, друзья Правильный ответ я попрошу озвучить наше многоуважаемое игровое жюри Игровое жюри Немецким спортсменам было запрещено участвовать в Олимпийских играх Да, друзья Корнем вопроса была как раз таки аналогия со Спартой А вот вы это, к сожалению, не учли Но мы задаем второй вопрос нашей игры Второй вопрос третьего раунда нашей телевизионной игры Мексиканский курорт Аль-Капулько всемирно известен Своей популярностью он во многом обязан местному климату Как нельзя лучше подходящему для отдыха Догадавшись, что в переводе с языка ацтеков означает слово Акапулько Назовите знаменитого путешественника Побывавшего помимо прочих интересных мест в городе с аналогичным названием Вот, друзья, вот это вопросы повышенной категории сложности Время на совещание началось Аль-Капулько Аль-Капулько Итак, время для обсуждения вопроса подошло к концу И право первого ответа на второй вопрос Третьего раунда предоставляется капитану команды Эврика Капитан? Мы думаем, это маленький принц? Нет Мы переходим к капитану команды Акулы У вас есть вариант ответа? Может, Никите? Нет, это, к сожалению, неверный ответ И я попрошу нашим многоуважаемым игровым жюри Озвучить все-таки верный ответ Ребята, путешественник Незнайка Незнайка, друзья, знаменитый путешественник Именно поэтому я вас просил обратиться к литературе Ну вот и подошел к концу Третий раунд нашей телевизионной интеллектуальной игры К сожалению, ни на один из вопросов Команды не смогли дать верный ответ Но мы определим победителя Исходя из результатов первого и второго раунда нашей телегры Слово предоставляется нашему почетному гостю Одновременно игровому жюри Спасибо большое, ребята Удачи вам Успехов во всем Спасибо Было очень интересно Пожалуй, сначала я обращусь к команде Эврика Команда, вы просто блистали Вы понимаете, что вы уже побеждали и достойно бились и в этой игре Вам не хватило всего чуточку Возможно, попались те вопросы, которые вы как-то вот вскользь упустили Но вы действительно достойно бились Как я и говорил, в начале нашей игры битва была действительно жаркой Ну а команда Акулы Вы победили уже два раза И это действительно достойный результат Ну и увидимся с вами в следующих играх Ну а вам, дорогие телезрители Хотелось бы сказать, что мы делаем все это исключительно для вас и ради вас Поддержите нас, если вам интересно Наблюдайте за нами на телеканале Архиз 24 и в социальных сетях в том числе Увидимся на следующей неделе Эта игра произвела на меня огромное впечатление Во время этой игры я получила новые знания А также заряд эмоций Нашим соперникам я желаю удачи в дальнейшей жизни Эта игра была очень интересной и увлекательной Она поспособствовала расширению нашего кругозора и мировоззрения Мы получили очень много положительных эмоций и ярких впечатлений Я хочу поблагодарить канал Архиз 24 за предоставленную возможность показать свои знания И, конечно же, я хочу пожелать удачи нашим соперникам От сегодняшней игры, как и ожидалось, я получила очень много эмоций Нашим соперникам я желаю удачи и хотелось бы поблагодарить канал Архиз 24 За такую прекрасную передачу От этой игры я получил много хороших впечатлений Игра была жесткая Мы шли нога в ногу Соперникам я желаю удачи и успеха Закончен еще один этап игры Мы выиграли Я бесконечно верила в команду Акулы Ребята сегодня молодцы Вы просто показали свой уровень, высокий уровень Отлично! Я желаю вам дальнейших побед Команде наших соперников я желаю процветания Ребята, у вас все получится, у вас все еще впереди Вы большие молодцы, я очень-очень благодарна вам за вашу игру сегодня Мы вовсе не расстроились, что проиграли в этом туре Мы получили много замечательных эмоций Спасибо всем за предоставленную возможность Команде соперников я желаю дальнейших побед В этой игре наша команда получила много позитивных эмоций Мы не расстроились тому, что проиграли Победившей команде я желаю удачи в дальнейшем этапе игры От сегодняшней игры я получила много положительных эмоций Я, конечно, немного расстроена нашему проигрышу Но, надеюсь, в дальнейшем мы победим Команде напротив я желаю успехов Мне кажется, мы проиграли из-за того, что не успевали нажимать на кнопки Хотя и знали правильный ответ Закончен очередной этап игры Поздравляю победителей А мои ребята большие молодцы Они старались Все будет у вас, как никогда, лучше всех Всего вам хорошего Еще раз поздравляю ребят из команды Акулы Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok